Это тот случай, когда фраза «удобство на улице» не вызывает неприятных ассоциаций. В туалетной кабинке, которую городские власти установили по многочисленным просьбам парнаульцев, есть вода и даже перила с пандусом. Воздавая должное гигиеничности и комфорту, либерал-демократы все же выражают сомнение, действительно ли городу нужен туалет стоимостью, как жилой дом. Мы все понимаем, что это сделано для народа, для людей, для наших жителей, для гостей. Это очень прекрасно. Не за такие деньги. Зарплатами, например, хорошими надо выделяться, уровнем жизни надо выделяться. Ну, не вот этой кабинкой за миллион двести. Это бешеные деньги для общественного туалета. Лозунг на плакате, с которым представитель ЛДПР пикетирует туалетный модуль, более чем буквальный. Столь высокая цена деликатного вопроса ничем не оправдана, уверены жириновцы. По их мнению, красная цена в санитарной комнате не может быть выше 200 тысяч рублей. Иначе, считают партийцы, ситуация напоминает старую шутку про золотой унитаз. Кстати, его символическое воплощение либерал-демократы и решили подарить хозяевам туалета. А вот вы можете, пожалуйста, передать вашему работодателю от нашей партии ЛДПР такой вот золотой горшок? Это... Подарок. Передать. Да, подарок руководителю, обязательно. От ЛДПР. От ЛДПР, да. Золотой горшок. Хорошо. Одним шуточным подарком меры реагирования не закончатся, говорят в ЛДПР. Сейчас в Барнаульском отделении партии готовят запросы в соответствующие инстанции. Кстати, есть информация, что в центре города скоро откроют в своей двери еще две подобные кабинки. Екатерина Гаськова и Павел Лауронин. Наши новости.